Обычно я покупаю хлопья овсяные, пшеные, пшеничные. У меня сын учится с первой смены, соответственно, с утра я ему завариваю кашку. Если нам они как-то надоели, то мы берем гранолу. Очень вкусно, там с изюмом, с орешками, завариваем молочком и кушаем. Говорят, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Самый важный прием пищи должен быть полноценным. А самый популярный завтрак – каша, как раз кладезь полезных элементов и витаминов. Овсянка, которую называют «каша красоты», сегодня стоит около 50 рублей. Знакомую всем детям манку можно купить от 40 до 70 рублей за килограмм. Дороже всех гречка, цены начинаются от 80 и доходят до 140 рублей. Обработанные хлопья, которые готовятся быстрее, стоят дороже – до 200 рублей. На завтрак берут чаще всего гранолу, овсянку, геркулес, ну, либо рисовые кашки, гречневые кашки, которые завариваются там в течение 5 минут, запариваются, ну, и провариваются, да, 5-10-15 минут. Да, цены подросли, но все равно стараемся цены удерживать на прежнем уровне. Где-то повышаем цены, где-то уменьшаем, ну, в зависимости от потребности конечного потребителя и спроса его. Кроме каши, по утрам иркутяне привыкли есть яйца. Говорят, из них можно придумать больше 30 блюд. Но чаще всего, конечно, это глазунья, омлет, яйцо пашот или просто сваренные в смятку или вкрутую. Стоимость одного яйца сегодня от 7 до 11 рублей. А какой завтрак без кофе? Чтобы взбодриться, большинство россиян хотя бы раз в неделю выпивают утром чашечку кофе. А кофеманы и вовсе не могут начать работать без любимого напитка. Дают сил, говорят, даже аромат кофе. Специалист рассказала, хороши для пробуждения сорта арабики, а для любителей кофе с молоком – Бразилии. Цена в зависимости от сорта очень разнится – от 150 до 1000 рублей за 100 грамм. Прежде всего, его нужно попробовать на аромат. Он вам может понравиться, может нет. Это первый признак того, что это ваш кофе, либо не ваш кофе. И потом вы определяете свежесть и качество самого зерна. И нужно посмотреть на обжарку. Ну вот, например, вот здесь достаточно сильная обжарка зерен. Это значит, что будет чуть горчинка и будет ощущение крепости этого кофе. Обжаренные слабее зерна раскрываются мягче. Чтобы выбрать свой кофе, нужно полагаться не только на его запах, но и на советы консультанта. Он сможет рассказать о послевкусии. Бодрящим могут быть и чаи, например, пуэр. Он стоит от 130 до 250 рублей за 50 грамм. Мы подсчитали, сколько обойдется завтрак из порции каши, яичницы, из двух яиц, бутерброда и йогурта с напитком на выбор – для одного человека. Средняя цена такого набора – 250 рублей. Дороже всего стоит именно кофе. Если выбрать чай и самые недорогие продукты, то можно уложиться в 100 рублей. Сыр и колбаса играют значительную роль в общей сумме. Мы взяли среднюю цену на российский и докторскую. Но в зависимости от предпочтений покупателя стоимость завтрака может вырасти.